Девочка-пай Максим, привет! Привет! Я люблю слушать истории, сколько стоят вещи. Вот сколько стоит самая дешевая вещь в твоем гардеробе? Ноль рублей. Ноль рублей? Круто. А как так получилось? Ты где-то ее нашел, что ли? В общем, нашел мне. За батей донашиваю. Слушай, а что это за вещь такая, за батей донашиваешь? Ну, что, шляпа. Так, это что получается? Не знаешь, сколько она стоит? Я нет, но я могу бате позвонить, спросить. Батя, сколько у тебя вот эта шляпа с козырьком и ушками стоит? Ладно, но есть вещи, которые ты покупаешь? Нет, мне жена все покупает. Ничего себе ты устроился за батей, донашивает. Жена ему вещи покупает. Ты что, на шоппинг ноль рублей тратишь? Прикинь. Почему я тогда так много трачу? А я тебе, а я знаю, а ты хочешь скажу? Вещи каждый раз покупаю, ну. Ну, во-первых, у тебя нет мужа, который тебе хочет вещи покупать. А во-вторых, батяные вещи тебе чуть-чуть велики просто. Вот и все. Ну, ладно, пойдем на девятую студию. Пойдем. Что, у зрителей узнаем, может, они-то хоть какую-то дешевую вещь покупали. Но ноль рублей, это же вообще ничего. Мне даже вот это уже на работе купили, я даже даже денег не тратил. Доброго вечера, друзья! Девятая студия начинается. И вот так вот, то вы ближе к нам, чуть-то чуть дальше. Но, друзья, в любом случае наше общение, оно сегодня будет очень близким и очень теплым. А все почему? Потому что, друзья, четверг. Так. Потому что девятая студия. И потому что мы в прямом эфире и готовы уже с вами пообщаться и подарить вам и хорошее настроение, и подарки. Кто мы? Алена Милина. Максим Кропотов. И, конечно же, огромное количество людей, наша команда, которая сегодня потрудилась во благо вашего отдыха, чтобы вы спокойненько и весело провели остаток этого дня, ну, то бишь, вечер. И даже подготовились уже к пятнице. Вот так вот. Итак, друзья, что же сегодня вас ожидает? Ну, во-первых, конечно же, вы заходите в группу Девятка ТВ Киров, ищите там пост с прямой трансляцией, и под ней в комментариях отвечаете на вопрос нашего вечера, который как звучит? Мы сегодня... Дело в том, что отмечается день гардероба секонд-хенд. Вот так вот. И поэтому мы решили у вас спросить, а какая в вашем гардеробе самая дешевая вещь? Причем... Ждем фото. Да, если есть фотографии, пожалуйста, если это на вас, лучок, как говорится, то, пожалуйста, показывайте, рассказывайте. Может быть, это было куплено на распродаже, может быть, это каким-то образом вам досталось наследство, кто-то подарил, и это стоит 0 рублей, но это тоже ведь вариант. А вот вещь, вещь, это должна быть обязательно одежда? Нет, аксессуары, все что угодно. Друзья, мы принимаем все. Мы секонд-хенд сегодня, мы принимаем все старые вещи. Нет, мы хотим порадоваться за вас, потому что, когда, вы знаете, крутая вещь, и еще и она стоит практически ничего, то это же прям праздник какой-нибудь. В общем, рассказывайте свои истории, скидывайте свои вещи, и это будет нам интересно. Ну, а также вы можете позвонить по номеру 351404 и пообщаться с нами в прямом эфире, и уже в прямом эфире ответить. И на вопрос нашего вечера. Также можно передать привет, и кого-то поздравить, кого-то куда-то позвать, кого-то похвалить. 351404, телефон нашего прямого эфира, давайте общаться еще и по телефону. И это общение, будь то группа ВКонтакте, будь то ваша трубочка телефона, все это, друзья, не просто так. Мы дарим вам подарки за вашу активность. Итак, друзья, во-первых, ну, конечно же, кто еще не приобрел сковородку, поэтому скидочка для вас. Для того, чтобы вы могли и оладушки, и блинчики пожарить, и яичные. Захотелось. А также для тех, кто, возможно, уже нажарился вот так вот, всего чего только может. А нажарился вот здесь уже сидит эта жарка. Тот может отправиться и провести в классном заведении свой вечер, потому что у нас сертификат на ужин. Все, готовить не нужно будет, просто взяли с собой своего друга, подругу, вторую половинку. Можно даже всю семью. И все. Сказали, сегодня я не готовлю, сегодня будем заказывать. Сегодня готовят они, а мы только едем. На все. Ну что, вот такие вот замечательные подарки ждут вас. С вас только комментарии, с вас только звоночки. И все будет прекрасно. Ну и еще, друзья, не забывайте, что уже в это воскресенье у нас состоятся внезапные чтения в «Пелармонии» 17.00. А к нам приезжают два потрясающих мужчины. Кто они? Михаил Полицеймак, Александр Гутин. Вы уже должны как отче наш это запомнить, записать, что один из них актер, это Михаил, а второй автор и драматург, это Александр. Один написал, второй это воспроизвел. Очень классно, очень весело, очень смешно и даже местами очень ностальгически. Будет называться все это «Спасибо, Джон, мы все помним» по треке Джона Бонжови. Я думаю, что будет душевно, поэтому приходите. Мне сказали по секрету, что будет даже автограф-сессия. Пропустить такое невозможно. Да, еще будет, Алена Миллина. Ну а прямо сейчас, друзья, по традиции, уже четверг мы начинаем с резидента девятой студии эту женщину не подвинуть, потому что она всегда на своем правильном месте. И ловите ее секретные лайфхуки. Как она сама их называет? Виолетта Рудольфовна с баблогом на ваших экранах. Ну что, привет, камеры нас! А что ты сегодня грустный, что повесь у нас-то, а? Ну-ка, да, соберись, сейчас все снимем. Ну ты меня понял, хорошо, все снимем. Погнали, давай! Я ж тебе говорю, вот ты грустный, камера тебя твоя поддерживает. Оба поникли, как лютики. Так, ладно, это, слушай шутку. А почему грибы пьют успокоительные? Пушенье волнушки! Ладно, что, ну, почему грибы не ходят к парикмахеру? Кушанье лысички! Ладно, продолжим снимать, а то в те юмора, как в КВНе в нынешнем. Смешу только одному пенсионеру. Погнали! Да, что ты? Грустный камера, но спустил съемку под откос. Улыбнись, ёк-ракака! Хай-ухай! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! С вами снова Виолетта Рудольфовна, да-а-а! Да, самая бабушка, у которой всегда есть два растения. Первая-то олоя на подоконнике, а вторая-то дед в соседней комнате, да-а-а. Ну что, опять у бабки Олесмахер закончились все деньги. В общем, и именно поэтому по старой доброй традиции, как говорится, чтоб у бабушки опять в кармане деньги были, нужно, чтоб её видос вы дружно заценили, да-а-а. Ну что, встречай, народ, бабушкин блог. Коль засос у тебя на шее не от жены твоей, знаешь, у дома ты получишь точно... Отнюдь неположительную реакцию, короче. В общем, ежели ты, добропорядочный мужчинка, который шёл домой вовремя с работы, с букетом цветов и билетами в кинотеатр, но случайно подскользнулся и шеей упал на чей-то женский рот, который в то время был на вдохе, так как он заложен, и этот рот именно поэтому отпечатался на твоей шее примерно 14 раз, то тот, кто в это поверит, точно дура. Ну и тут бабушка поможет тебе советом, как избавиться вот от этого клейма на шее. Всё очень просто. Возьми венчик, приложи к засосу и елось так примерно 5 минут. И вуаля, засос исчезнет. Как исчезла твоя совесть, когда ты шеей упал на чей-то рот. Лайфхук наш начинается, хватаемся за яйца. В кастрюльку опускаем, варить их начинаем. И самое интересное, что нужно, чтобы не треснули. Да, случается такое, что яички в горячей водичке ведутся, как на допросе в полиции, иногда раскалываются. И чтобы не лопнули яички, возьмёмся с вами мы за спички. Возьмите три спички, отломите у них головки и киньте в горячую воду. И яйца не всхлопнутся. Я честно в душе не ферштейн, как это работает, но это работает. Жду пояснительную бригаду у комментариях. Отгадайте загадку, почему у батьки стоит цветёт и пахнет, а у остальных давно завяло. Подсказочка, всё дело в шкурке. Время работает против нас, поэтому сразу расскажу, в чём секрет. У Александра Григорьевича очень много картошечки. И сейчас в ваших глазах я вижу не мой вопрос. При чём здесь картошка? И когда бабушке вызовут санитаров? Отвечаю, санитары проезжали, про картошку всё узнали. Ладно, ладно, сейчас всё расшифрую. Чтобы ваш цветочек свёл и не вял, вам нужна высушенная картофельная кожурка. Измельчите, добавьте в землю и полейте. И тогда у вас будет долго стоять, цвести и пахнуть. Ваш цветочек. Ну шо, встречайте с вами снова Копперфильдовна Виоля. Покажу вам фокус, я не пригодится никогда, в общем. В тарелку ты налей водички, перца сыпани, средством для мытья посуды, палец свой внутри. Дальше этим пальцем с водой соприкоснись. И вот с этим навыком продолжи свою жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok В следующий раз спросим у бабули, сколько стоит ее гардероб, потому что уверена, что вот эта бабушка, она точно по дешевке скупает все свои вот эти вот платочки, все свои вот эти вот халатики. А возможно, ей кто-нибудь приносит все эти вещи. О, это интересно. Гольфы, там, по-моему, колготки, ну ладно. В общем, узнаем, узнаем, друзья. Ну а вы пока пишите про свои дешевые вещи в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров, сегодня принимаются ваши истории. Самая дешевая вещь, я думаю, так, даже сегодня самая дешевая вещь получит подарок. А если самая дешевая вещь, несколько, ну ноль рублей, бесплатно, это же самая дешевая вещь. В общем, пишите, друзья, что-нибудь придумаем. Прямо сейчас у нас на связи напрямую Константин Салтанов тоже что-нибудь придумает сейчас. Привет. Костя, привет. А добрый вечер, Девятая студия, рад вас видеть, кстати. Как дела? А все хорошо, погодка-то, погодка-то в конце августа, ух, какая хорошая. Как говорят, еще и сентябрь, как любое. Да, но будет тепло, запоздало лето чуть-чуть, но мы им наслаждаемся до сих пор. Лето, в этом году лето бро. Да. Так, ну что, с чем пожаловал? Ну, как обычно, я пришел к вам с интересными и хорошими новостями. Сегодня поговорим, естественно, будет одна новость про кулинарию, потом мы поговорим о прекрасном спасении, и третья новость будет о необычных, знаете, таких, и даже немножко разочаровывающих свадебных традициях. Ну, давайте начнем. Новость номер один. Знаете ли вы, что такое дословно шокухин сампуру? Конечно же нет. Шокухин сампуру не выдался. Это, Максим, нет, это не блюдо, это понятие пришло в мир из Японии, и это создание и изготовление моделей еды, которые выставляются на витринах магазинов и ресторанов в качестве образца. Вот сейчас на экране вы рядом со мной видите картиночку, это яркий пример шокухин сампуру. То есть это несъедобно? Это, да, это несъедобно, Максим. Я когда все это дело увидел, я своим глазам не могу поверить, ну как, каким образом это может быть несъедобно, а нет, действительно, сейчас в Токио, что в Японии столица, значит, проходит большая выставка, которая посвящена именно этому виду искусства, как создание вот их искусственной еды. Все выглядит максимально реалистично, как вы можете видеть, и создатели этого всего... Так нельзя. Да, Максим, что вы думаете, так нельзя? Так нельзя. Почему? Ну это же обман, понимаешь? Почему обман? Это же обида на всю жизнь. Ты вот смотришь, а там так все вкусно, а есть нельзя. Это же маркетинг, Максим. Ты понимаешь, это вот как будто ты вот смотришь на то, что стоит очень дорого, и ты не можешь себе это позволить. Оно уже представляешь, что ты себе это взял. Что ты уже это съел, например, вот эти вот самые произведения кулинарного искусства, хоть и не съеду. Это, понимаете, это издевательство. За это должен уголовный срок назначаться. На самом деле, это всего лишь, Максим, искусство. Не нужно так драматизировать. И я думаю, что в конце недели уже, то есть выставка продлится достаточно долго, в конце недели не подведут итоги. И на следующей неделе я к вам приду уже с итогами, что же, собственно, кто стал победителем, и какое блюдо было признано самым красивым, и попадет на обложки всех глянцевых журналов. Больше не приходи с этой новостью. Я уже объяснил, почему. Хорошо, Максим. Повторная психологическая травма мне не нужна. Хорошо, Максим. Я приду только к Алене с этой новостью, и ты можешь не слушать. Алена у нас ценительница прекрасного. Мы поменяем просто ведущего на следующей неделе. Вот и все. Да я вообще изменюсь, ребята. Хорошо. Новость номер два, и это у нас прекрасное спасение. Значит, буквально на днях в службу спасения животных из штата Аризона поступил неанонимный звонок, в общем-то, но звонивший пожелал быть неизвестным, как-то так, с просьбой, вернее, с предложением, с рассказом о том, что он, путешествуя по пустыне, а в штате Аризона есть пустыня, заметил, что там есть палаточный лагерь, в котором, собственно, живут люди, и у которых есть огромное количество собак. Значит, со службы спасения животных выехала в этот палаточный лагерь, и действительно, там в этот момент проживала семья из пяти человек, в общем-то, мама, папа и трое детей, и у них на тот момент в их палаточном лагере существовало и проживало 150 собачек, да. Но здесь не стоит... Зачем? Но здесь не стоит расстраиваться. Они просто любители заводить домашних животных, но не стоит здесь расстраиваться. Собачки себя чувствовали очень прекрасно, они не были истощены, они все были ухожены, то есть каким-то образом умыты, накормлены, напоены, и у всех все было прекрасно, они игрались. Но по законам штата... Они игрались? Да. По законам штата служба спасения должна, обязана изъять этих собак, поместить их в приют, там обеспечить... Что это за закон такой? У хозяев собак забирать? Вот, они не хозяева, они просто подбирали бродячих собак и содержали их в пустыне, Максим, в пустыне. А, типа, закон, что в пустыне собак содержать нельзя? Да, Максим, все верно. О, великая американская юриспруденция. Они, в общем-то, этих собак изъяли, их в приют, там их всех проверили, никаких болезней нет. Питомцы живые, замечательные, очень жизнерадостные. Отпустили нам быть. Там играются с удовольствием и сейчас ищут новых, собственно, себе хозяев. А вот эта вот семья, которая, как выяснилось потом, она по собственным причинам, скажем, у них были финансовые проблемы, они потеряли свой дом, не смогли его построить, они начали жить в пустыне. Шериф этого города, в общем-то, в котором и был этот приют, он сказал, что, возможно, этим людям им предоставят социальное жилье, но за какую-то небольшую плату, на что отец этого семейства был очень рад. И шериф даже сказал, что попытается помочь ему найти работу в этом городе. Обождите немножечко. Я сказал, обождите. Подождите немножечко. Итак, просто моделирование ситуации. Семья, у которой финансовые проблемы, а финансовые проблемы это что? Это когда денег не хватает на жилье, на еду, на одежду, еще что-то. В целом, содержат 100 собак, которые накормлены и ухожены. То есть на что они накормлены и на что они ухожены? Ну, они последние отдавали им, понимаешь, все. Так это, получается, не собаки содержались у людей, а люди содержались у собак. Подкармливались у собак, ты хочешь так сказать? Слушайте, у них большое сердце. Я, если честно, все равно радуюсь, потому что они, знаешь, не сказали им, теперь вы живете как хотите. Нет, мы теперь все равно вас немножечко... В общем, очень странная новость. И еще более очень... Обсуждаемая. И еще более странная американская юриспруденция. К третьей новости, пожалуйста. Да, к третьей новости, пожалуйста. И это у нас необычные, немножко разочаровывающие свадебные такие случаи. Это мы любим. Итак, все дело произошло в Китае. Значит, молодая девушка, она уже, собственно, небольшая предыстория. Она пришла работать в компании, собственно, замечательно там проводила время, усердно работая. Это на протяжении пяти лет. За эти пять лет она побывала на большом количестве празднец у своих коллег, на свадьбах, днях рождения, в общем-то, везде побывала. И здесь пришла пора ей жениться, потому что нашел достойный мужчина. Они решились соединить свои жизни вместе. И на свою свадьбу она пригласила порядка семидесяти коллег. Всем были разданы замечательные приглашения, и девушка ожидала, что ее коллеги и придут за нее порадуются. Но на свадьбу из семидесяти пришел только один человек. И это был ее близкий, что называется, коллега, это был ее стажер. Остальные 69 не изволили появиться на этой свадьбе. Потому что они не стажеры. Да. И никоим образом даже не уведомили свадебную пару о том, что они не появятся. В общем-то, девушка сейчас находится в очень расстроенном состоянии, поделилась своими переживаниями в соцсетях. И знаете, многие ее поддержали, но, естественно, есть и хейтеры, но куда же без них. Они сказали, что, а что вы, собственно, женщина, ждали? Ведь мир таков. Никто не обязан был, собственно, на эту свадьбу вашу приходить, потому что у всех, возможно, есть дела. Но большинство пользователей, естественно, девушку поддержали, сказав, что неблагодарные у вас коллеги. Она не всех пригласила просто, и все. Во-первых, мы не знаем, когда проходила свадьба. Потому что, например, в будний день, в среду праздновать свадьбу, день рождения, ну это бред. Да, в 6 утра особенно. Вот, это раз. Во-вторых, у меня вопрос к Константину. Он назвал это очень странной традицией. Вначале... Максим, это уже не первый раз, когда девушка попадает в подобные ситуации. Собственно, у нее такая же ситуация произошла на дне рождения. Это дело в ней, значит. Да, многие коллеги... То есть, там пришли коллеги, но, опять же, не все, кого она приглашала. Тогда это не традиция, это закономерность уже. Совпадение, может быть, Максим? Дважды в одну, как говорится, лунку шар не падает. Слушайте, на самом деле, вот без разницы, сколько людей приходят к вам на праздник, на свадьбу, на день рождения. Знаешь почему? Потому что самое главное, какое у вас настроение. Если рядом с вами тот самый человек, даже на дне рождения... Тот самый человек и стажер. Пришел же в круг, значит, она им дорога. Да, все, цените этих людей, а остальные, как говорится, придут. В общем, стажер, наверное, пришел только потому, чтобы не обидеть свою начальницу. Да, да, потому что ему надо стажировку проехать. Не хочется, конечно, к этому человеку идти на свадьбу, но там зависит будущее мое. Пойду. Вот везде вы ищите подвох Максима. Интересно, что у жениха, по ходу дела, тоже не особо много друзей. Нет, может, у него так раз пришли, а от нее один человек. Сказали, вообще один пришел. Все столы заняты, и от жениха со стороны не есть, там один человек такой. Да уж, да. Ладно, Кость, огромное спасибо тебе за новости. У нас для тебя есть еще один вопрос. Давайте. Самая дешевая вещь в твоем гардеробе? В моем гардеробе? Нет, дешевая вещь. Шорты ли? Нет, это не шорты. Да я, вот, недавно такая вещь появилась в моем гардеробе. Это носки веселые, такие очень красочные, разосветные. Я их получил совершенно бесплатно, аж целых пять пар. От кого? Скажем так, в залознаграждение. Тебе носки захотелось? Нет, просто как можно получить пять пар бесплатно? Давай, раскрывай секрет. Ну, недавно я был в гостях, скажем так, в одном магазине, который занимается комиссионными товарами. И это, в общем-то, тоже секонд-хенд магазин. И владелица была очень радушна принять меня в гости, очень была рада, мы с ней пообщались. Я честно спросил, я честно хотел эти носки изначально приобрести. Я спросил, сколько я должен. Сказал, бери. Да, я сколько я должен за это все? Она с широкой души сказала забирать. Я так же делаю. Я так же делаю. А можно я вот это куплю? Держи. Да, в общем-то, и я потом поблагодарил ее отдельно. И вот теперь у меня есть пять пар замечательных, веселых, разноцветных носков. Вот так вот обаяние мужское не знает преград и не знает границ. Ну что, Константин, хорошего вечера. Прямо сейчас, друзья, двигаемся дальше и узнаем, а какие вещи самые дешевые есть в гардеробах у кировчан. Вопрос. Успеваем захватить последние теплые летние денечки. А сегодня поговорим об одежде, а точнее, о самой дешевой вещи в вашем гардеробе. Вроде бы все, все вроде как бы средненько, но что-то и подороже. Ой, еще-то я не знаю. Гардеробе. Ну, наверное, ночная рубашечка. Потому что я люблю ситцевые. Может быть, она тут самая дешевая. Ну, вообще-то я покупаю батистовые. Так, а примерная стоимость помните какая? Примерная стоимость. Я покупала давно. Примерная стоимость у нее была так, 200. Ну, 30, предложила бы быть, или 200. Ну, вообще, предпочитаю брать отечественные, потому что, как правило, это стопроцентные натуральные вещи. Поэтому, вот, допустим, самое последнее, что я купила, вот эту блузку от Кировской трикотажной фабрики. И она, по-моему, была не очень дорогая. Ну, в смысле, по сравнению с остальными вещами. Так что, наверное, вот я ее могу привести к примеру. Примерная хотя бы стоимость? 650, по-моему. Кепка, наверное. Что за кепка? С Валбересом. Примерная стоимость? 500 рублей. Там она с логотипом игры Брала Старс. Отлично так. А у тебя? У меня точно такая же кепка. У нас парная. Да. Как близнецы, только по одежде. Да. Да, и по жизни. Носки. Сланцы. Сколько стоит? 200 рублей. 50. Носовой платок. Так, примерная стоимость. 5 рублей. Обычные белые носки. Сколько стоит? 30 рублей. Спасибо. А у вас? Кольцо. Кольцо? Кольцо. Так, интересно. Что за кольцо? Расскажите. Обычное кольцо. Алюминиевое даже. Самопальное. Сами делаете? Да. Интересно. По цене определите тогда, сколько оно могло бы стоить. 3 рублей 10. Друзья, не важно, сколько стоит ваша одежда. Главное, чтобы она вам нравилась. Жду, не дождусь, когда я могу сказать, что самая дешевая вещь в моем гардеробе – это кольцо. Кольцо – это драгоценность, хоть и из алюминия, но тем не менее. Вот такие вот, друзья, мы получили ответы на улицах нашего города. Прямо сейчас Алена начнет читать ваши ответы уже в нашей группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Напомню, что там есть пост в прямой трансляции. И в ней вы отвечаете на наш вопрос. Самая дешевая вещь из вашего гардероба. И сколько она стоит? Нам это все интересно узнать. За это вы получаете скидочку на сковородочку. А также замечательный сертификат на сумму. На ужин. На энную сумму на ужин. Сумму вы видите. Итак, ну что, давайте почитаем. Поехали. Саш Савкин. Обувь 890 рублей. Раз. Запомнил. Записал. А ты там-то будет еще, да? Саша Савкин. Самое дешевое, это когда донашиваешь за братьями бенч. Вот так вот, друзья. Максим Одношевкин. Футболка белая. 679 рублей. Руки у вас. Дорогие вещи. Очки солнцезащитные. 230. Далее. Датьяна Набиева. Добрый вечер, девяточка. Это чек наш. У нас есть шикарные костюмы здесь, сделанные из мусора. Дорого, богато. Делали сами для туса Джуса в день рождения дочери. И это не единственный наш шедевр. Кстати, зайдите и... Посмотри, Максим, ты... Это классно. Когда решили устроить праздник ребенку, но денег не хватило, такие... А у нас будет тематическая вечеринка. На самом деле это здорово. Да нет, красиво на самом деле. Потому что такие костюмы... Я вот думала, что вы вообще взяли их на прокат и платили кучу денег. Я уже думал, такие костюмы я бы носила. Я бы тоже носила. Вот смотри, давайте подарим такой один костюм Алене. Будь у меня ребенок и захочу его порадовать, пожалуйста. Катерина Березюк. У меня есть суперский брендовый тренч и комбинезон летний и секонд-хенда, которые стоили 500 рублей за две вещи. Брендовая. В секонд-хендах можно найти очень крутые вещи за смешные деньги. Вот с этим вообще согласие у нас 100%. Артем Торбиев носки. Самая дешевая в моем гардеробе. А сколько стоит? Потому что там уже у нас несколько, кстати, сейчас будет позиций про носки. Несколько позиций про носки. Нина Дрямина 15 лет назад вместе с друзьями отправилась в Слободской. Купила шубу из кролика за 1650 рублей. Так как зимы теплые, то она висит почти как новая. Подождите. Самое интересное, что через неделю в кафе отметили с родственниками день рождения. Заплатила такую же сумму 1650 рублей. Ну, я хотел сказать, во-первых, в целом, а вы где живете? Просто я услышал фразу, да так как зимы теплые. Ну а что? Лето жаркое. Елена Калинина, у меня до сих пор сохранился плащ. Куплен еще, наверное, в 80-е годы. Как сейчас помню, там деньги были 3,5 рубля. Все еще служат на даче верой и правдой. Сейчас ткани столько не живут. 3,5 рубля 2. На самом деле, да, вот про дачи вспомнили. Это же вот прям вот этот вот секонд-хенд, секонд-хендовский. Стан Самылова, юбка из секонд-хенда, 25 рублей. Вообще, это продавалось как сарафан и стоило 50. Но в верхней части было порвано. И мне сделали скидку 50%. Лет 7 уже ношу эту яркую, прекрасную юбку. Зацени, красиво. Прекрасно. Далее, Ирина Тетенькина. Добрый вечер, у меня есть белые крутые джинсы. Нашла в секонде. Новая с биркой обошлись 150 рублей. Еще. Сейчас все магазины брендовых одежды просто локти грызут. Далее у нас тут Игорь Чекмарев. Нисколько это подарки от жены. Меня одевает. Да что ж вы, мужчины, такие. Ты мой хороший. Я не один такой. Нас как минимум двое. Слушайте, берегите своих жен. Потому что раз они вас одевают, носите их на руках. Вопрос в том, кто дает женам деньги, чтобы они нам покупали вещи. Это уже другой. Это другой вопрос, да. Анна Ара, 200 рублей и это платье. Давайте скидывайте нам фотографии. Ждем фото. Маргарита Шамова, добрый вечер. Это была самая безрассудная покупка в моей жизни. Под Новый год в секунде продавались карнавальные костюмы. И мне приднулся костюм Орликина за 250. Я не удержалась и купила ради прикола. Не жалею ни о чем. Я бы тоже взял Орликина за 250 рублей. Ну чего? Далее. Смотрите, Дарья Плотникова. Сына одела к жаркому лету. Шорты по 150, футболки по 200. Мега выгодно, учитывая, что это всего на 3 месяца. Ну в целом выгодная покупка, если ты покупаешь вещи всего на 3 месяца. Конечно. И еще вот у нас Алина Рыбина. Помню, как когда-то, может быть, лет 10 назад в московском секунде купила свитер себе за 350 рублей. Ребят, 350 это уже дорого. Мы тут выясняем, что тут такие цены могут быть просто смешные. И еще у нас тут парочка носков по 50 рублей за штуку. Это уже тоже дорого, ребят. И еще Антарбиева. Добрый вечер. Добрый вечер. Муж, услышав ваш голос, сходу ответил, я самая дешевая вещь в твоем гардеробе. То есть он про себя так сказал? Ну что, вот так бывает. Какая у вашего мужа самооценка? Ну вот так бывает. Муж, ну-ка пересмотри свои взгляды на жизнь. Слушайте, ну это хорошо. Значит, экономный мужчина в хозяйстве пригодится. Правильно? Правильно. Ну что, друзья, прямо сейчас я думаю, что... Это сейчас что было вообще? Объясните мне, пожалуйста, что несет этот человек? Муж назвал себя дешевым. Это экономный муж. Экономный муж. Значит, он не требует для себя каких-то других вещей. Все, друзья, эту тему с мужьями закрываем, потому что сейчас мы узнаем еще лайфхаки от стилиста, где найти те самые дешевые вещи, сколько можно на это потратить. А кто этот стилист, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии стилист Карина Дашук. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. А вот и она. Карина Дашук. Карина уже в нашей студии. Доброго вечера, Карин. Привет. Доброго вечера. Как дела, как настроение? В такую жару позитивное, отличное настроение. В такую жару? В черных штанах? Да, я сегодня, между прочим, я же знала тему нашего эфира, и я total second hand, если я... Да, то есть я прямо хотела рассказать нашим зрителям о том, что можно, я думаю, они об этом знают, исходя из комментариев, которые они там пишут, да, у нас под эфиром. Можно круто выглядеть в вещах, которые стоят недорого, и можно выглядеть не так, как все, поэтому, друзья, идем в second. Так, подожди, то есть ты сейчас в вещах, которые полностью куплены в second hand? Все. А все? Примерно сколько это все? Здесь с учением нижнего белья. Ну, это ладно. Скажи, пожалуйста, а сколько примерно может стоить такой вот лук? Давайте прямо пойдем по ценам. А, ну, давайте. Так сложно сориентироваться. Ботильонные со скидкой 50% в 600 рублей. 600 рублей ботильоны. С прозрачным каблуком, между прочим. Покажите, вот, потому что зрители увидят тренды. Так что, подождите, я сразу калькулятор включу. 600, 600. Далее у нас есть черные джинсы, да, с декором известного бренда. Джинсы были 450 рублей. Вот это вот платье с двубортным... Это платье? Да, я ее застилизовала, замиксовала, как рубаха, вот. 350 рублей. Резинка 20 рублей, бантик. И еще у меня есть вот такие вот серьги, но мы их как-то можем продемонстрировать. Давай покажем. Ну, мы их сняли. Они тоже сиклхенды. Они очень крутые, ребята. Мы их сняли, поскольку... Такие вот два человечка. Чтобы звук не нарушить. Так, сколько они стоили? Серьги подороже 550 рублей. Самые дорогие. Оригинальные. Ну, потому что... Чуть цепи. Цепи-цепи. Цепи, ой, очень сложно. 190 рублей. 190 и бант. 20 рублей я уже называла. Это поток, все, я понял. Итого, друзья, 2160 рублей. Подожди, Максим, а еще сумочка? Еще сумочка. Возможно, сумочку уже где-то когда-то видели, потому что она у меня одна из любимейших. Сумочка тоже, в духе известного бренда, стоила очень дешево, буквально 130 или 140 рублей. Давайте 140 возьмем. Давай округлим. 2-300. 2-300 мы полностью оделись даже с обувью, ребята. Многие люди, на самом деле, очень боятся покупать вещи из секонд-хенда. Буквально вчера девушка мне сказала, что как так я куплю что-то, ведь это уже кто-то носил. И есть разные слухи. Можно говорить непозитивные вещи в эфире, что, например, это снято, там, простите, с умершего человека. Вот такие прямо, да, настолько бредовые мнения есть. Друзья, не бойтесь, пожалуйста, потому что все вещи в секонд-хенде проходят обработку многоступенчатую, там ничего не остается. А если вы боитесь, что там дух какого-то человека, который носил эти вещи, лучше не ходить тогда в секонд-хенд, потому что что излучаешь, то и получаешь. Постирайте солью. Соль изгоняет призраков. Это правда, Максим, я хотел. Я насмотрелся сверхъестественного сериала, все. Святая студия превращается во что-то. Вопрос такой, а значит, в секонд-хенде сколько времени нужно потратить, чтобы найти вещи? Потому что там же заходишь, там же гора, да? Нужен ли какой-то вкус, не знаю, что необходимо? Конечно, есть некоторые советы, которые можно дать телезрителям. Во-первых, я хочу сказать, что секонд-хенд это не для всех, потому что если человек ограничен во времени, либо просто он не любит шоппинг и не любит рыться, скажем по-простому, это не его тема. Вот. Советы, которые я могу дать, да, перед походом в секонд-хенд, как бы, с чем руководствоваться, с чего начать, они сходны с советами перед обычным шоппингом. То есть, чтобы не растеряться в многообразии, составляем шоппинг-лист, лист покупок, чтобы не совершать стихийные покупки, да, не набрасываться на все подряд, что нам нравится. То есть, идешь за рубахой, пиши рубаха. Да, пиши, чтобы не покупать вот так стихийно, эмоционально, и потом не знать, с чем эти вещи носить. У девочек самая распространенная проблема. Да, ну, пошел за рубашкой костюм Орликина, как-то отказался у тебя в руках. Или ты русалочий хвост, как мы тогда. Вот. Второй момент. Значит, шоппинг-лист составили. Второй момент. Очень важно, чтобы было время. То есть, запастись временем, у каждого свой скоростной режим. Если вы знаете, что вы тихоня, и вам надо больше времени, значит, закладываем по максимуму. Если вы быстро принимаете решение, то, значит, быстро все делаем, да. И важный момент. Если вы человек такой коллективный, девочки часто любят пойти с подружкой, например, на шоппинг, да, им так проще. Берем подружку. Если, наоборот, вы хотите отдохнуть, там, помедитировать, да, на шопинге, отвлечься, идем без мужа и без детей, вот, чтобы максимально быть. Вообще, в целом, смотрите, вот, девочки, все слушайте. Либо с подругами, либо без мужа. Да. Мужики не должны участвовать в вашем шоппинге. Пожалуйста. Вопрос такой. А можно взять стилиста, например, да, не в торговый центр, а в секонд, да, и собрать луки? Сейчас это очень популярно, потому что мы знаем, что тема повторного использования вещей, да, защита окружающей среды, забота об экологии, это прямо тренд-трендец, я бы так сказала, да. Да, и это еще будет с нами долго и вообще уже не изменится, то есть это экологично, это интересно, потому что с этими вещами можно составить что-то разное. Это почти всегда уникально, то есть, например, я никого не встретила сегодня в таком же образе, да, там, находясь в городе, либо я была бы на мероприятии или еще бы где-то. И что еще интересно, что сейчас мы знаем, что многие бренды европейские от нас ушли, но в секонд-хендах мы можем найти эти вещи, да, из каких-нибудь лимиток, лимитированных коллекций, из каких-нибудь интересных коллабов, и заплатим мы там меньше, но качество будет оригинальное. Поэтому, класс. Друзья, у нас еще есть тут стопочка, мы обязательно вам покажем то, что выудила, я так понимаю, что как раз накануне Карина в секонд-хендах, обязательно вам покажем, сколько это стоит. Пока задавайте свои вопросы, группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», не забывайте, что мы за вашу активность дарим подарки. Ну, а прямо сейчас, друзья, у нас будет 9 глупых вопросов, сегодня это косметолог, который увеличивает губы, потому что в эти выходные, друзья, сумочка упала, потому что в эти выходные мы отмечаем день надутых губ. ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» Я, Яна Ши, врач-косметолог с превентивным подходом. Да, конечно, сейчас существует масса лайфхаков, видео бесплатных в Ютубе также, как можно при помощи карандаша, губной помады скорректировать форму губ и даже придать объема. Но, к сожалению, лет 15 назад это было очень актуально, и сейчас очень многие звезды, даже известные, не буду называть имен, не знают, как его растворить. То есть только хирургическим способом можно убрать силикон из губ, к сожалению. Зачастую это стабилизированная гиалуроновая кислота, она абсолютно экологична и безопасна для процедуры. Я думаю, что навсегда нет, но у меня есть клиент, кто уходит с увеличенным объемом губ уже на протяжении 5 лет, она имеет накопительный эффект. Это значит, что каждый раз при проведении инъекции, аугментации губ, филлер накачивается и чуть-чуть сохраняется. То есть получается пролонгированный результат, и с каждым годом губы уже не возвращаются к естественной форме. Они чуть-чуть держат объем от прежнего филлера. Нет, такого не бывает. В случае использования качественного препарата, правильной, грамотной техники, такого не может быть. Хотя соцсети заполонили этими ужасными видео, как лопаются губы. На самом деле это, конечно же, фейк. Нет, на морозе никак не может замерзнуть. Наоборот, гиалуроновая кислота стимулирует кожу на увлажнение. Можно. Это тоже возможно, но только в случае, если уже они были доувеличены. Есть такой препарат гиалуронидаза, она расщепляет любой введенный филлер в губы. В нашем провинциальном городе, да, но все-таки в Москве, в Петербурге уже очень часто посещают и мужчины. Важно учитывать, что увеличение губ – это необязательная основа. Можно еще губы просто увлажнить, создать эффект увлажненности, чтобы не было трещин и сухости на губах. Начинающим косметологам я рекомендую инвестировать в свои знания. И, конечно же, стремитесь к постоянному профессиональному росту. Наша профессия, она безгранична в знаниях. А у нас сегодня в гостях стилист Карина Дашука. Мы сегодня говорим, как выгодно и круто одеться как раз в секонд-хендах или, например, в каких-то еще магазинах, где привозят в стоках. Итак, Карина, у нас тут есть такая стопочка. Давай покажем, сколько это стоит. Рассказывай, что ты подобрала. Итак, лот номер один. Итак, Карина. Это юбка. Винтажная блуза или рубашка моего любимого цвета фуксия из очень приятного материала. Могу я надеть? Да, конечно. Опробовать. Так, ребята, зацените. Можно, кстати, очень интересно. Так, как думаете, сколько цена? Пишите пока в комментариях. Рубашка вообще функциональная вещь. Ее всегда можно по-разному интерпретировать, вообще вписывать в любые образы и луки. Можно сейчас вот такое еще завязать? Да. К тому же вот эта ретро-тематика, если честно, так актуальна. Я тоже сегодня. Мы с Аленой из Санта-Барбары. Я побоюсь, что сейчас меньше что-то надевать придется. Вы пока пишите, мы сейчас чуть позже узнаем, сколько это стоит. Так, следующий. Здесь я просто собрала вещи, чтобы они были такие, отличались между собой. Под классику уже здесь у нас сарафан, который тоже можно носить либо с блузой, либо вообще с белой футболкой, кому как нравится. Прикольно. Кстати, хорошее, достаточно исполненный. Кстати, а написано, это же какой-то хороший бренд и рома. То есть это получается, что язык итальянская. Да. Вот, кстати, о чем мы и говорили, что вещи хорошие по качеству, и разных брендов мы можем найти в стоке либо в секунде. Давай это откроем секрет. Сколько стоит из Италии? Давай, 650. 650 рублей, друзья. Сарафанчик. Сейчас. И это когда-то был мой очень любимый комбинезон. Пушка-бомба. Он на рост, конечно, от 170, мой рост метр пятьдесят. Но ремень творит чудеса. Кстати говоря, ремень мы, наверное, не принесли. Ну ладно, я еще не слариваюсь. Мы почему-то комбинезон посадили на шпагат. Почему-то как-то вы его... Кстати, классный комбинезон. Как стоит такой комбинезон? Комбинезон стоил 800 рублей. А в секонд-хендах есть что-то подороже, чем 1000 рублей? Есть, конечно. Есть, да? Бывает. Ну, в принципе, что я хочу сказать, что секонд-хенд выручает всегда, когда вам нужно найти что-то не так, как у всех, когда вы ищете вещи для тематической вечеринки. Если вы делаете фотосессию, кстати, вот очень популярно сейчас, да, собрать какой-то образ на фотосессию, чтобы он был не такой, как у всех. Либо если вы просто шопоголик, и вы любите вещи, и хотите рыться, находить изюм, самое вкусное и классное, то вам это подойдет. И сколько стоит рубашка? Давай откроем секрет. 400 рублей. 400 рублей. Все, огонь. Ну что, поехали вопросы, друзья. Группа ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, ваши вопросы для Карины. Итак, Светлана Самылова, какая одежда все-таки делает стройнее, например, на экране или для фотосессий? Что можешь посоветовать? Я бы посоветовала вообще тем, кто хочет выглядеть стройнее, как ни странно, гиперобъемные вещи. Потому что есть такое правило, что если мы хотим выглядеть стройнее, то нужно все-таки больше свободы добавить и сделать силуэт более таким легким, чтобы воздух гулял между одеждой и телом. Но нужно следовать правилу соразмерности. То есть если большой вверх, то значит уравновешиваем низ. Либо наоборот. Например, у меня маленький рост. Если бы я была сейчас в широчайных брюках, это, конечно, тренд этого дня, но я бы смотрелась не очень в этом. А все-таки какой цвет? Спросили про цвет? Нет. Я продолжаю. Мне интересно. У меня проблема тут. Это я написал. Я шучу. Нет, это Светлана Самова спрашивала. Черный, конечно. Классика жанра. Хорошо, Яна Торбеева. Многие удивляются образом в журналах, в таких точно не пойдешь в магазин за продуктами. Почему таким образом отдают предпочтение? Так, ну потому что это не так, как у всех. Потому что современные, если мы говорим о молодежи и вообще о тенденциях, то мы знаем, что подиумные веяния, они, конечно же, влияют на нас. И те, кто следят за модой и хотят выглядеть классно и стильно, они адаптируют эти вещи. То есть мы можем взять одну какую-то подиумную странную историю и замиксовать с чем-то более спокойным. Например, вот как на Алене сейчас джинсы. Да, Алена и Максим в джинсах. Джинсы – это всегда идеальный пример. И на фоне их можно построить самые такие дерзкие и интересные образы. Я просто иногда вижу на подиумах, они там идут в каком-то шаре в большом. Я думаю, так же на улицу не выйдешь. Давайте понимать, что подиум – это все-таки шоу. И мы понимаем, что с подиума к нам в жизнь реально приходит 15% только. Поэтому, конечно, чтобы не выглядеть как городской сумасшедший, если вы не связаны с модой, то лучше все-таки брать за основу более базовые вещи. Итак, Нина Дрямина спрашивает. В секондах цены подняли в связи с санкциями, давно не была? Скорее всего, да. То есть все-таки стало чуть дороже, да? Да, стало чуть дороже, но все равно, если мы будем сравнивать, ну, по соотношению цены и качества, все-таки секондом я бы отдала больше приоритет. Я ни в коем случае не говорю, что магазины, где продаются новые вещи, они чем-то хуже, конечно, нет. Каждый выбирает то, что ему нравится. Ребят, в обычных магазинах-то тоже цены подняли, поэтому соотношение-то вообще не изменилось, я думаю. И там, и там подняли просто. Следующий, Ирина Тетенькина. Часто, чтобы не обидеть подругу, которая купила вещь, не говорю ей, что эта вещь мне не нравится. Ведь она радуется, ей нравится. Правильно ли поступаю или нужно говорить, что думаю? Простите меня, ну, я плохая подруга. Стивист-психолог же пришел. Скажите подруге правду. Пожалуйста. Я надеюсь, это не повлияет на ваши взаимоотношения, но если потом она узнает, что вы утаивали, а она спрашивала реально, объективное мнение со стороны, она может расстроиться. Понятно. Можно же аккуратно сказать. Я просто всегда говорю, что вкус и стиль – это такие субъективные вещи, да? Точно так же, как и вот эти тренды подиумные. Кому-то зайдет, а кому-то нет. Можно же аккуратнее сказать как-нибудь. Ну, как-то вот эта вещь, ну, вроде бы и да, но… Можно вместе с подружкой отправиться на шопинг. И с Кариной. Или втроем. Меня не возьмут. Я сказала, что она плохая подружка. Простите, пожалуйста. И еще один вопрос. Яна Торбеева, имеются ли у вас какие-то модные табу, что вы никогда не наденете? Меня? Мне кажется, что нет. На сегодняшний день… Как же шлепки и носки. Шлепки и носки мне очень нравятся. Очень часто ругают. Сандалии и носки. Сандалии и носки. Кстати, сандалии рыбака – те самые мужицкие, уродские, позволю себе такое слово, да? Они же в тренде. Если еще и с носками, девочки, мальчики, наряжаемся, у нас жаркая погода. А если еще маечка в сеточку? Кстати, маечка в алкоголичку – тренд, поэтому наряжаемся. Это другая алкоголичка – это не в сетку, Максим, чтобы ты понимал. А я сразу говорю, что все люди, которые на первом этаже у скамеечек тусуются, они модники. Просто непризнанные. Ну что, прямо сейчас у нас для вас рецепт ужина. Знаю, что многие проголодали. Сразу после вернемся и будем дарить вам подарки. Добрый вечер, меня зовут Зубков Роман, и сегодня с вами на ужин мы приготовим куриное филе, чиненное ветчиной и сыром, а со сливочным булгуром и овощами. Для этого нам понадобится куриное филе, сыр, ветчина, булгур, репчатый лук, морковь и сливки. Начнем мы с того, что сделаем надрез в курином филе. Маринаем курицу с солью и прованскими травами. Затем в полученный из курицы кармашек закладываем сыр и ветчину. Затем в подсоленную кипящую воду закладываем булгур и варим до готовности примерно 10-12 минут. Следующим шагом поменяем доску и нарежем овощи кубиком. Далее назовем на мелкой терке сыр. Затем обжариваем куриное филе, чиненное сыром и ветчиной. С двух сторон примерно по 3 минуты. Закрываем крышкой и доводим на готовность в течение 7 минут. Для гарнира обжарим нарезанные кубиком лук и морковь. Затем добавим в них отварной булгур, добавим сливки и сыр. Для подачи нашего блюда все готово. Остается выложить все на тарелку. Начнем с того, что выложим гарнир. Украшаем все же зеленью и подаем. Наш ужин готов. Сегодня это куриное филе, чиненное сыром и ветчиной со сливочным булгуром и овощами. Всем хорошего вечера и приятного аппетита! И еще один вопрос, который мы прямо сейчас зададим Карине, нашему стилисту. Итак, что никогда нельзя покупать в секундах? Ну, как бы банально не было, да и по этическим соображениям, наверное, нижнее белье. Я думаю, что это все понимают. Ну, оно же тоже прошло несколько стадий очистки. Оно прошло, но понимаешь, наш мозг так устроен, что он будет постоянно тебе посылать сигнал, что что-то там не так. Хотя, ну, я думаю, нижнее белье, а тут нечего даже объяснять. Хотя... В стоках, если оно новое, почему бы и нет? Да. Ну, мы говорим конкретно про вторсырье. Именно так. Ну что ж, друзья, мы надеемся, что сегодня мы вас вдохновили на покупки, тем более, что впереди новый сезон. Или отговорили от покупки. И для этого, друзья, не обязательно тратить огромные суммы денег, главное иметь вкус. Можно взять с собой стилиста для того, чтобы, например, сэкономить свое время, да, и собрать как раз классное луки, которые будут стоить действительно дешево. Возьмите стилиста и выглядите на 2 300. Почему нет? Почему нет? Идеально. Мы сегодня узнаем, что с ног до головы Карина одета на 2 300. Прямо сейчас будем дарить подарки. Итак, друзья, у нас Ирина Тетенькина, для того, чтобы вы все-таки не ссорились со своей подругой, а сковородочка, дала скидочка на сковородочку. Ну или, если еще раз, если признаетесь, то можно хоть чем-то отбиваться. В общем, лучше, конечно, с подружкой не ссориться. А также, друзья, Татьяна Набиева, которая нам сегодня показала целый лук праздничный, между прочим, для всей семьи, которая стоит 0 рублей. Мы предлагаем вам, прям можно даже в этих костюмах отправиться, например, на ужин. Почему бы нет? Я не думаю, что пустят, но тем не менее. А вдруг? А вдруг, друзья? Добрый вечер! Мы хотим поесть! Да, классная идея для фотосессии. Мы действительно оценили, что вся семья у вас так круто одета. Ну что, Карин, есть ли что-то сказать нашим телезрителям, что-то посоветовать, возможно? Мне всегда за самовыражение, поэтому пожелаю нашим телезрителям не бояться выглядеть ярко, особенно когда у нас будет смена сезона, да, и последние летние денечки можно догулять ярко, весело и жизнерадостно. Ну что ж, мы тебе желаем быть всегда первой в завозах, да, где секонд-хенд, чтобы ты могла найти... Первая в завозах. Спасибо, да? Вот это, пожалуйста. Могла найти. Днем рождения, Карин. Классные вещи для своих клиентов. Просто я вылириваю из кучи вещей. Нашла! Всегда самые сливки, всегда самые топчики. Я вот это хотела сказать, чтобы ты всегда... Потому что я знаю, что ты их очень любишь, и это действительно твоя тема. Поэтому, друзья, выглядите стильно, выглядите модно, и при этом пусть ваш бюджет будет сохранен. Сегодня вечером в 19.30, друзья, семейный квиз 7 на 9, Ну а в 20.00 новый выпуск Изи Биз узнаем все тайны бизнесменов. С вами были мы, Максим Коробчев и Алена Милина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok